Народ, всем привет! С вами Вилсаком. Это мой MacBook Pro 16 дюймов конца 2023 года на M3 Max почти за 900 тысяч рублей. Здесь 128 гигов оперативной памяти, 8 терабайт SSD, 40 ядер, страшная штука. И, конечно, я понимаю, что, во-первых, вы меня сейчас ненавидите чуть больше, чем обычно, и это естественная эмоция. А, во-вторых, такой компьютер не нужен даже мне. Я просто выпендриваюсь. Обычный нормальный человек, он выбирает что-то вот оптимальное, взвешенное. И в прошлом году Apple такая, бери 15-дюймовый Air и кайфуй. И ты покупал его и жил в счастье. Единственное, что тебя огорчало, это то, что ребята из Apple сошли с ума и зачем-то в течение года обновили, блин, два раза процессоры. В начале M2 и в октябре M3. И ты такой, да какого хрена? И как будто сейчас брать 15-дюймовый Air не было никакого смысла, потому что уже есть M3 процессоры, а ты сидишь на старом M2. Те, у кого эти ноутбуки, они кайфуют до сих пор, потому что разница не так велика. Но покупать за фулл прайс прошлое поколение такое себе. И Apple, как бы понимая, говорит, ребята, извините все. И без вообще какой-либо помпы выкатили обновление на сайте. Вот вам 13-дюймовые Air на M3. Вот вам 15-дюймовые Air тоже на M3. Кайфуйте. И еще 13-дюймовые Air на M2 оставили, типа, а чё бы нет? Дешево. Собственно, вот это наш 15-дюймовый Air. И здесь конфигурация 8 гигов Unified Memory и 512 SSD. И это странная фигня, потому что мы в итоге пришли к мысли, что для наших задач, а-ля немножко видосики монтировать, 8 гигов оперативы все-таки маловато. Хочется побольше. И именно поэтому новую версию мы заказали, во-первых, в цвете Starlight, он же золотоуважаемое. А во-вторых, в самой, так сказать, оптимальной версии 16-512. Именно поэтому я называю вот этот свеженький MacBook самым лучшим среди тех, что делала Apple за все время. Но брать его не надо. И сейчас объясню почему. Поехали. Зашлите в красоту, пожалуйста. Вот так вот выглядит коробочка, если вы вдруг не знали. И действительно 16 гигабайт Unified Memory. Вы скажете, что вообще за прикол? Что за Unified Memory? Дело в том, что она распаяна на общей плате. Там все это в Unified версии. Именно поэтому это не классическая оператива. И если уж совсем просто, там где в Windows x86 это 32 гига оперативы, в Mac'е хватит и 16. Но это тупо глупо, и я понимаю, что до меня может докопаться. Просто вам для понимания. Типа Mac'у для тех же самых задач, что и в Винде, на своих процессорах нужно в два раза меньше оператива. Поэтому Apple, когда ставят свои, собственно, младшие конфигурации 8 гигабайт, они не настолько охренели, как вам кажется. Это, конечно, гадство. И я считаю, что в 24 веке это уже ни в какие ворота не лезет. Но, тем не менее, они это делают. И, смотрите, я уверен, что этот компьютер, вообще обновление 15-дюймовый Air, это компьютер, который у многих будет первым. Поэтому в этом ролике в конце вас ждет 10 самых топовых лайфхаков для новичков в Mac'е. Но даже если вы давно пользуетесь, вы охренеете. Я сам охренел, когда готовил этот видеоролик. Вы, например, знали, что из центра управления можно любой элемент вытащить в меню бар? Я такой, ха-ха-ха-ха-ха! То есть мне не надо кликать один раз непосредственно в центр управления и там что-то нажимать. Я могу сразу открыть постановщик? Да как это возможно? Возможно. Вот об этом я вам тоже расскажу. Ну, а пока распаковка. Давайте посмотрим, как этот, блин, Starlight выглядит. Самый доступный 8 256 на M2 15-дюймовый Air в BigGeek'е сейчас вам обойдется примерно в 120 тысяч рублей. И это неплохие деньги за очень хороший компьютер. И вы знаете, несмотря на то, что мы ругали M2 процессор за то, что он с 256 гигабайтами работал не так быстро, вот эта двуканальность потерялась, стало хорошо. Здесь, кстати, нашлась. Вот это замечательно. То есть M3 256 Air и M3 512 с точки зрения работы SSD одинаково шустрые. И за это Apple респект. То есть они смогли этот косяк исправить. Как, собственно, в M1 там все было хорошо. Ну что ж, давайте впечатляться. Давайте, собственно, кайфовать от того, какой ты не все приятный. Ну, приятный. А главное, он не такой уже надоевший, как Silver. Он не такой марки, как Space Gray. И не такой мерзотно марки, как Space Black. Но это только в Pro версии. И, вы знаете, он не цыганский золотой, да? Мы с вами вспоминаем 12-дюймовые MacBook'и. Вот они были прям золотые. Но здесь и называется Starlight. Типа вспышечки, приятные, красота и как положено. У нас с вами, как и обычная версия, а-ля я из Дубайска. Поэтому вот такая вот, собственно, вилочка. И имейте в виду, вы можете заказать две версии, собственно, адаптеров. Либо 30-ваттную с двумя USB-C, как у нас. Собственно, вот так это выглядит. 35 ватт. Sorry. И тогда вы можете заряжать не только свой ноутбук, но еще и дополнительные какие-то вещи, аксессуары и так далее. Что весьма удобно. Либо же вы можете взять 70-ваттный адаптер сразу. Ну, он будет, во-первых, чуть побольше. Во-вторых, этот более удобный в смысле эксплуатации. Также у нас с вами в комплекте идет здесь MagSafe нового поколения. Все очень красиво. И самый кайф в том, что коннектор, вот этот вот, он в цвет MacBook'а, да? Он у нас с вами тоже Starlight. При этом больше этот цвет нигде не встречается. Провод обычный белый. Бла-бла-бла. Все это слева подкидывается замечательно. Но если вдруг вы остались в полях без непосредственно вот такого замечательного провода, зарядить этот компьютер по USB-C все еще возможно. Это просто классный плетеный кабель, который дома оставляешь и забываешь про него навсегда. Собственно, с зарядкой примерно то же самое. Зарядиться можно, как вы понимаете, практически от любого адаптера. Сегодня ГАН зарядки по 50-60 ватт. Это база. Больше ничего интересного в непосредственно коробке нас не ждет. И здесь у нас с вами из-за кайфового золотые яблоки, ребята. А это что-то да стоит. Чего-то. Ну, чего-то стоит. И вы скажете, Валя, все это, конечно, очень увлекательно. Давай уже рассказывай лайфхаки, потому что что мы не видели в этом компьютере? Нет. Я его сейчас активирую. Похожу с ним какое-то время. Собственно, кайфану хочется верить. Потому что, ну, это реально очень удобный формат. Он достаточно легкий для того, чтобы вы не обламывались. Он легче, чем, конечно же, и 16-дюймовая прошка. И даже 14-дюймовая прошка не такая балдежная по соотношению экран, размер, вес и так далее. И вернусь к вам с опытом. А также расскажу про лайфхаки. А пока, как же заработать на такой компьютер? Как? Где найти деньги, чтобы, собственно, стать тем самым человеком, который просто берет и покупает классный новый компьютер? Вариантов, конечно, много, но про один я сейчас расскажу. Возвращаюсь к своему дорогущему MacBook'у, чтобы рассказать вам о том, что хороший вариант приумножить свои капиталы, либо просто заставить свои деньги работать, это инвестиции. Правда, бытует мнение, что это сложные инструменты для того, чтобы его освоить. Нужно прямо очень глубоко погружаться. И это с точки зрения порога входа непросто. На самом деле, все давно уже не так. Разобраться в инвестициях и понять, как на них заработать, помогут альфа-инвестиции. Здесь есть бесплатное обучение для новичков и постоянные инвест-идеи от экспертов, которые подскажут, что купить, когда продать, чтобы заработать. Счет можно открыть всего за пару минут, что я прямо сейчас и сделал, а для старта достаточно и 100 рублей. Ну, а я закинул 15 тысяч рублей для старта и готов покупать акции. И вы скажете, Валя, ты такой весь из себя мудрый, бородатый, даже седой на висках, и открываешь счет в альфа-инвестициях только сейчас? Да потому что я ждал специального предложения, которое вам тоже понравится. Все, кто откроет счет для инвестиций до 30 апреля, смогут получать акции в подарок каждый день. Просто покупайте любые бумаги на любую сумму и получайте подарки. Успейте забрать как можно больше подарков в альфа-инвестициях. Ссылка в описании. А я, руководствуясь советами от экспертов на свои 15 тысяч рублей, купил акции Роснефти. И скажу вам, что с акциями я не вчера познакомился. Это действительно очень-очень-очень интересный инструмент, если понимать, как он работает. Ну, а в альфа-инвестициях вам обо всем расскажут. Главное, так сказать, захотеть. Для вас одно мгновение, для меня несколько дней. Что могу сказать? Цвет понравился. Он действительно не очень маркий. Компьютер, собственно, офигенный. Не сильно отличается от прошлогодней версии, за исключением процессора. Да, M3 у нас имеет 3 нанометра, M5 5 нанометров. И тут же в интернете, собственно, появились люди, которые говорят, так он же перегревается! Он же, собственно, троттлит! Ай-яй-яй! M2 лучше! Apple не оснастила MacBook кулером! У него пассивное охлаждение! Он не гудит, не дует! И из-за этого не получается ничего делать! А-а-а! Заморочился, протестировал. Что могу сказать? Вот это, собственно, MacBook Air M3, 15-дюймовый, 24-го года. Мы с вами запускаем 3DMark. Это кастрированная iPad-версия, но не суть важна. В стресс-тесте. И видим, собственно, на мониторе, что у нас с вами в пике долетает где-то до 14-15 ватт, собственно, моща GPU. При этом очень быстро он нагревается, действительно, до ужасающих 110 градусов. Примерно так мы несколько тестов проводили. И достаточно быстро начинает троттлить, понижает, соответственно, мощу. И температура падает и впоследствии держится на каком-то одном значении. И если мы ставим вот этот MacBook Air на M2 прошлого года, мы видим, что он и не такую мощу имеет в ваттах, и греется не так активно. И создается впечатление, что он так не троттлит. Но если вы подождете 5-6 минут, то вот тут он и начинает, собственно, понижать мощность. Тут же у него и падает температура, и все. Они абсолютно плюс-минус одинаковые. То есть этот компьютер просто тупо мощнее, быстрее выходит на пик, быстрее начинает троттлить, на выходе один хрен. Мы потыкали в компьютер и пирометром, и, собственно, посмотрели через тепловизор, и получили следующие цифры. В стандартном режиме, вот как сейчас он стоит у меня на столе, это порядка 30 градусов, под мощной нагрузкой порядка 45. Может быть 48, может быть 42, средняя 45, причем у обоих компьютеров. То есть и М2, и М3 на дистанции показывают примерно одинаковый результат и по ватт мощности ГПУ, и по температуре, собственно. Если вы хотите делать сложные дела в долгую, вам нужен MacBook Pro 14-16 дюймов. Вот это моя прошка, и мы видим, что 25 ватт на ГПУ вполне окей, он также разогревается до 90 с лишним. Ну и когда включает кулер, температура, конечно, начинает падать. При этом корпус тоже порядка 45 градусов. В этом смысле вот примерно одинаковые значения. Конечно, Apple могли жестко обломаться и что-то сделать не так, но думать, что они просто не оснастили компьютер охлаждением, из-за этого он греется, троттлит, и вообще его брать нельзя, но это как-то очень забавно. Поэтому в интернет тут же побежали рассказывать, что все пропало. По делу надо было посидеть лишних 3 минуты и выяснить, что на дистанции все одинаково. Перед тем, как мы перейдем к лайфхакам, это как бы немножко за скобками история, напоминаю, что с новыми MacBook'ами, с macOS Sonoma, вы можете, скачав приложение Whiskey, на самом деле их много, кроссовер и так далее, и так далее, просто запускать виндовые а-ля приложения, Steam, игры и так далее. И вот этот MacBook может быть абсолютно, абсолютно игровым решением. Я запустил Cyberpunk 2027, понятное дело, в не самых красивых настройках, это что-то среднее-низкое и 1440 на 900 разрешение, но я получил 30 FPS во встроенном бенчмарке, и меня этого более чем устроит для того, чтобы поиграть в Cyberpunk, который даже спустя сколько лет все равно остается очень графически навороченным. Но если мы возьмем какую-то другую игру, будь то Counter-Strike 2, например, или свежевышедший Expedition, то они просто не работают, ни хрена. В общем, не идеально, потому что это через два костыля запускается, но тем не менее, вы просто тыкаете два раза, собственно, в этом виске, в кнопку «Далее», устанавливаете, что он вас там просит, и все. И вы можете покорять Steam и пытаться, собственно, запустить свою библиотеку игр, что-то да загрузится, потому что, ну вот, выбор есть, как говорится. Ну и, конечно, появляются нативные игры, да, когда мы говорим про, собственно, Mac OS сегодня, то японцы поддержали, вот тебе Resident Evil 4, вот тебе Death Stranding и так далее, и так далее. Жалко, что с приходом Sonoma и этих всех прикольных тулзов для портирования, что-то издатели и разработчики не выстроились в встроенную шеренгу выпускать свои игры на Mac. То есть прошло уже полгода, а воссыны не там. Я не понимаю, с чем это связано, возможно, Apple там просто охреневшие. Но посмотрим. В любом случае, еще вчера это была прям совсем ересь, а сегодня MacBook Air 15 можно взять даже для игр. И при этом, еще раз напоминаю, что он имеет одинаковую производительность, как, собственно, на питании, так и непосредственно на батарее. Он достаточно долго живет, и у него нету мудового кулера, то есть он не будет реветь, как мразота, потому что даже какой-нибудь ROG LA или Steam Deck, они все равно гудят кулером. Ха-ха-ха. Охрененное игровое решение, ничего себе. А сейчас обещанные лайфхаки для новичков. И я вам уже показывал центр управления, в котором можно двигать всевозможные элементы. А сейчас мы говорим о том, что Spacebar это отличный предпросмотр. Не все об этом знают, многие не пользуются. На самом деле дико удобно. Чтобы не открывать файлы каждый раз, когда вам надо посмотреть фуллскрин, вы просто тыкаете пробел, отжимаете, все, соответственно, предпросмотр закончился. Дико удобно, пользуйтесь. macOS, в отличие от винды, в случае, если вы закрыли окно, не подразумевает, что вы закрыли приложение. И если вы хотите именно закрыть приложение, в случае, если что-то заглючило, надо, соответственно, перезагрузиться, нажимаете соответствующее сочетание клавиш Command плюс Q. И приложение закроется, типа, с концами. Я ровно так и делаю, чтобы и память не жрало, и лишний раз открывать его заново, так сказать, свеженьким. Помните замечательный тачбар на прошках, который всем нам нравился? Там можно было еще и эмоджи так классно, вот, собственно, выбирать. Так вот, если вы, собственно, не пользуетесь эмоджи непосредственно на маке, то зря, потому что волшебное сочетание клавиш Ctrl, Command, пробел активирует окошко выбора эмоджи. А дальше вы, соответственно, можете использовать и поиск, и когда вы часто этим пользуетесь, будут подкидываться, собственно, часто используемые смайлики. Очень удобно. В маке лучший трекпад вообще в индустрии, и это однозначно так, он стеклянный, он действительно охрененный, большой и так далее. И если вы в настройках включите режим тап для нажатия, который отключен по умолчанию, то вы кайфанете, потому что вам не надо будет физически пытаться нажать на непосредственно трекпад, достаточно легонько тапнуть непосредственно на него, чтобы совершить этот самый клик а-ля в классическом понимании. Охренительно удобно, и как только вы это начнете делать, обратной дороги не будет. Как, собственно, и Force Touch. Охрененно удобно в том смысле, что в macOS встроены словари, и если вы не знаете какое-то слово на английском, либо не понимаете значение слова на русском, и вам нужен ожиговский словарь, вы просто прожимаете сильно это слово, и вуаля, подсказочка вылезла, и расскажет вам, куда ударение ставить, что это значит, как переводится, и бла-бла-бла. Охренительно. Опять же, не поленитесь, зайдите в настройки в трекпад, и посмотрите, какие есть жесты, но один из самых полезных, это четыре пальца, когда вы их сводите непосредственно на трекпаде, вы открываете ланчбар. Это то самое замечательное место, где хранятся все ваши приложения, а-ля iOS, iPadOS. И здесь вы, соответственно, вольны уже всем этим пользоваться. Четыре пальца. Просто запомните, опять же, ваша жизнь изменится на до и после. Одна из крутых фишек, которая вам точно понравится, вы теперь можете страницы интернета добавлять в док, а-ля веб-приложения. Собственно, заходите в Safari, выбираете соответствующее меню, добавить в док, и вот уже сайт Vilsacom не просто сайт, а по сути приложение. Его можно найти в Spotlight, что удобно, и, конечно, это очень круто подходит для банковских приложений, для многих других мест, куда вы часто ходите, чтобы не прыгать там в браузере по закладкам, как олдскульщик, а просто по красоте из дока все это открывать. Ну, и оно еще симпатично выглядит. Панель инструментов можно настроить под себя, просто в Finder'е выбираете, соответственно, любое окошко, нажимаете в заголовке двумя пальцами, настроить панель инструментов, и можете добавлять разные абсолютно элементы, которые по дефолту там почему-то не значатся, такие, как, например, AirDrop. И добавив его, вы теперь сможете очень просто отправлять файлы по AirDrop'у, просто выбираете файл, нажимаете соответствующую кнопочку, ура, welcome. Не нужно тапать, поделиться вот этой всей фигней, заниматься. А также вы можете любое приложение добавить в панель инструментов, зажимаете Command, и, например, вы хотите иметь быстрый доступ к настройкам. Просто тыкаете, опа, и у вас теперь системные настройки доступны всегда и везде. Клац, и полетели. Спотлайт. Про него, на самом деле, можно снять отдельный видос, там много всего интересного. Более того, у нас был уже выпуск с лайфхаками, как я и сказал, я ссылку оставлю в описании, посмотрите, там больше подобного интересного про Спотлайт. Здесь лишь скажу, что когда вы, собственно, пользуетесь Спотлайтом, и пишете, например, там, вилсаком или что-то такое, то вы, конечно, можете там протыкать разные предложения, но есть одно сочетание клавиш, которое вы должны запомнить. Называется Command B. Это открыть ваш запрос в Safari в поиске. То есть, что бы вы ни написали в Спотлайте, вы сразу перелетаете непосредственно в Safari поиск. Офигенно удобно. Я уверен, многие пользуются заметками. Появились и короткие заметки, и облачные заметки, и папки, и скрытые заметки, и прочее-прочее. Единственная проблема, если вы используете максимальное пространство, как я, например, то есть максимальное разрешение ретина экрана, то они достаточно мелкие. Вы, конечно, можете выбрать текст и прожать Command плюс, и тогда он станет больше. Но куда удобнее зайти в универсальный доступ, монитор, и выбрать конкретно для заметок максимальные 24 вот эти кегля, чтобы когда вы создаете новую заметку, у вас сразу гигантский текст. Я не знаю, может быть, вы здесь со мной не согласитесь, напишите в комментариях, но это охрененно удобно. Я прям по-новому открыл для себя заметки. Теперь не надо лишние движения делать. macOS очень тупая, прям максимально. Поэтому заходите непосредственно в клавиатуру, выбирайте язык и отключайте нахрен исправление ошибок, потому что это дико бесит. Он и на английском людей раздражает, а на русском прям вообще катастрофа. Он пытается что-то исправить, и это автоисправление, оно по умолчанию включено. Я уверен, что многие бесятся, тыкают много раз. Я раньше тоже так делал, просто зайти, один раз отключили и забыли про это все навсегда нахрен. Если вам нужно проверить, вообще как вы правильно пишете слова или нет, используйте Яндекс.Браузер с нейрофункциями, он вам еще и по стилистике поможет и бла-бла-бла. Опять же, ролик на канале есть, ссылку тоже на него оставлю. Я об этом говорил, но напомню еще раз, быстрые действия ваш друг. С помощью этого меню вы можете преобразовывать изображение из зублюдского ВБП в JPG, PNG и так далее, сжимать их, собственно, выбирать размер файла, ну и также переворачивать их, если вдруг что-то пошло не так, а также обрезать видосики. Охренительно удобно, вам не нужны никакие платные, бесплатные приложения, все это делается в macOS. Тут же можно удалить фон, как, собственно, и в iOS это происходит, но я вам хочу рассказать про другое. Вот вы нарезали себе файликов и думаете, блин, мне бы вот из трех создать один прикольный и закинуть его в интернет друзьям. Что мне для этого нужно? iMovie или Final Cut, или еще что-то сложное? Нет, вам нужен встроенный QuickTime. Просто открываете файл в QuickTime, кидаете туда сколько надо файлов и потом сохраняете как новый файл. Все, вы склеили три файла только что, поздравляю, вы монтажер. Вот, собственно, и все лайфхаки на сегодня, по-моему, их даже больше десяти. Напишите в комментариях, опять же, была ли вам эта рубрика полезна. Я видел в комментариях к прошлому ролику, что многие меня благодарили, но, как вы понимаете, мы вот так вот вилами по воде немножко прошлись, без особой конкретики, просто я вам рассказал полезных лайфхаков, если вы активный пользователь Mac. А, собственно, с приходом Air 15, странно, что вы еще не пользуетесь MacBook, потому что нет смысла брать M3 версию, ребята. Нет смысла брать, потому что, скорее всего, это будет сильно дороже, и наш с вами бро, это Air 15 M2 16 гигов оператива. Единственное, что я вас как бы, не то чтобы заклинаю, но предостерегаю, если вы используете MacBook как что-то большее, нежели просто печатная машинка и браузинг интернета, то 16 гигов будет прям хорошо. Но 8 тоже вполне окей, вы сможете и видосик нарезать, и для простых задач его хватит. Но ждать от этого компьютера чего-то экстраординарного не приходится, потому что не просто так существует в линейке Pro 14 и 16. Так что, пока есть возможность взять их за 120 плюс тысяч рублей, ребята, охрененное предложение. При том, что я сам себе противоречу. Я недавно говорил, что не надо брать эти M2 процессоры. Ну, видите, оказалось, что M3 не так далеко уехал, и с учетом разницы в цене, как будто бы зачем. Ну, а через месяца 3-4-5, когда этих M2 Air'ов уже и не останется, ни хрена, вот тогда, собственно, выбора не будет. Как-то так. Ну, в целом, компьютер кайфовый, но обновление абсолютно минорное. Прямо максимально, наверное, ну, само понятие слова минорное обновление стоит напротив MacBook Air 15 2024. С вами был Вилсаком. Подписывайтесь на канал. Напоминаю, что у нас проходит конкурс на MacBook Air, правда, 13-дюймовый на M2, и много других классных конкурсов в нашем Телеграме, так что я вас туда зазываю. Заходите, ждем. Увидимся. Пока.